В консоли авторулевого у многих возникают вопросы в отношении Off-Course Alarm и Heading Monitor Alarm. Значит у нас на судне с вами два гирокомпаса, один здесь, другой в Navigation Locker. Также у нас с вами установлен наверху магнитный компас и данные передаются через TMC, Transmitting Magnetic Compass. Давайте сейчас посмотрим по панельке. Вот это панель Heading Monitor Alarm и Off-Course Alarm. Вот это External Heading System. Значит, дисплей у нас отображает в формате двух строк. Переключаются они кнопочкой Display. Сейчас у нас задан Gyro 1, об этом нам идицирует звездочка. А также этот индикатор. Номер 1, гирокомпас. Если мы, допустим, с вами хотим переключить на второй гирокомпас, мы зажимаем кнопку 2. И делаем икновидж путем зажатия этих двух кнопок. Таким образом у нас с вами Gyro 2 теперь активен, горит звездочка. Захотим вернуться, нажимаем 1, нажимаем икновидж. Дальше. Мы можем листать это меню путем нажатия Display. Gyro 2. Дальше. Курс. Plotted. External Sensor. Подразумевает магнитный компас. Дальше. Heading Monitor Set. Это как раз Heading Monitor Alarm. И Off-Course Alarm. Следующий. Дальше. Меню замыкается. Идем по кругу. Параметр Set. Теперь. Что такое Heading Monitor Alarm? Это разница между выбранным компасом в системе в качестве мастера компаса и другим компасом, который мы можем выбрать. То есть в данном случае у нас выбран Gyro 1. Поэтому система будет сравнивать его либо с Gyro 2, либо с магнитным компасом. В отношении Off-Course Alarm система будет сравнивать наш Plotted Core с другим компасом, не выбранным. В данном случае будет либо Gyro 2, либо магнитный компас. Мы сейчас находимся в режиме Hand Steering. Здесь мы выбираем режим. Hand Steering – это ручное управление. Когда рулевой дает команды на руль напрямую со штурвала. Авто – режим авторулевого. NFO – это Non-Fallout. Когда у нас с вами штурвал не работает по каким-то причинам, мы можем задавать с помощью этой рукоятки. Non-Fall-Up. Путем задания прямого сигнала на перо руля. Далее. Допустим, мы с вами выберем сейчас AutoPilot. Выбираем. Обратите внимание. Здесь у нас сейчас выбран тот курс, который был изначально задан здесь. Это у нас Plotted курс. Это у нас Set курс. Текущий курс. Заданный курс. В авторулевом. Два окна. Две системы. Система номер 2. Система номер 1. Выбор системы осуществляется здесь. Вот она сейчас стоит. Система номер 2. И, соответственно, у нас индикация будет происходить в этом окне. Что это за две системы? Это две независимые системы. Грубо говоря, это мозги авторулевого. Которые позволяют нам осуществлять управление и удерживать судно на заданном курсе. Том курсе, на котором мы с вами задали. Возвращаемся в Handsteering. И теперь давайте посмотрим, как работает наша сигнализация. Помощник, приходя на вахту, должен производить тест системы управления. Если у нас, соответственно, система управления авторулевой, то необходимо протестить и ее. Значит, суть в чем теста заключается в основе. Управляет судно авторулевой. Авторулевой получает данные с компасом. По каким-то причинам компас может выйти из строя. И за счет этого судно будет удерживать заданный курс с компаса неисправленного. И поэтому судно может маневрировать ошибочно. То влево, соответственно, то вправо. Если это будет ошибку давать магнитный компас, то, соответственно, судно пойдет по ошибочному курсу. Если по каким-то причинам гирокомпас выходит из строя, тогда судно, получая неверный сигнал с нерабочего компаса, будет уходить в одной стороне. И помощнику нужно об этом оповестить в виде сигнализации. Таким образом, система его оповещает, что мы вышли за определенные границы. Так мы можем контролировать, что у нас компас исправлен. Теперь как это сделать технически? Смотрите. Нам необходимо сперва выбрать в системе курс. Есть два варианта. Мы сейчас говорим об of course alarm. Выбран plotted. Нажимаем knowledge. Есть два варианта. Если выбран plotted, то данные он берет с компасом. Нажимаем вниз. Либо мы можем задать вручную. Я отдельно на схеме сейчас это все покажу. На рисунке я тебе покажу, как это все работает схематично. Здесь я сейчас покажу, как это работает с помощью данного интерфейса. Значит, мы выбираем plotted course и получаем данные с компасом. Knowledge? Ок. Дальше. External sensor показывает наш магнитный компас. Значение идет без учета склонения. Трансмитинг магнитный компас идет с учетом склонения. Нас сейчас крутит на якоре, поэтому данные могут отличаться. В любом случае, deviation card делается только на ходу. Дальше. Heading monitor set. Здесь мы задаем параметр значения пороговое, в котором будет сработана сигнализация heading monitoring. Либо следующее в course of war. Стоит 15 градусов. Заходим сюда. Sheshold это значение границы. То есть наш предел. Нажимаем enter и выбираем, сколько нам необходимо задать. Либо меньше 15, либо 15. 15. 15 это лимит. Это максимум. Больше 15 градусов задать мы не можем. Подтверждаем. Display. Переходим в course of war. Enter. Threshold. Enter. И выбираем вот это значение. Точно так же. По аналогии, как и с heading monitor alarm. Нажимаем. Еще момент я не сказал в отношении heading monitor alarm. Когда мы нажимаем enter, помимо threshold, у нас есть еще с вами сенсор. И вот тут как раз очень важно нажимаем на сенсор. И выбираем. У нас с вами активен гирокомпас 1. Значит здесь он всегда будет сравнивать гирокомпас 1. Либо со вторым гирокомпасом. Внимание. Либо с external компасом. То есть с магнитным. Таким образом у нас с вами gyro 1 как главный мастер компас. И будет делать выбор, сравнение между двумя системами. Либо gyro 1 с магнитным компасом, как здесь. Либо gyro 1 с gyro 2. Давайте сделаем с магнитным компасом. Окей. Дальше. Переходим в of course alarm. Аналогично. Выбираем систему. И тут, как я вам говорил, система сравнивает plotted course с сенсором. Либо мы задаем тришольд. Выбираем сенсор. Нажимаем окей. У нас с вами выбран уже gyro 1. То здесь соответственно сейчас стоит gyro 2. Меняем на external. Подтверждаем. Что мы с вами сделали? Мы с вами в двух системах. Heading monitor alarm, off course alarm. Выбрали сравнение между gyro 1 и магнитным компасом. Теперь нам нужно сгенерировать сигнализацию, чтобы убедиться, что при данных обстоятельствах у нас работает система оповещения в норме. Как это сделать? Мы сейчас с вами зададим заведомо ложное склонение, чтобы увеличить разбег между двумя компасами. Gyro 1, который выбран в системе. И магнитным компасом. Как это сделать? External Heading System. Выбираем здесь значение gyro variation. Точнее GPS variation. GPS меняем на hand. Acknowledge. И теперь задаем повышенное значение. Допустим 80 градусов. Acknowledge. Важный момент. Смотрите. Мы же проверяем работу AutoPilot. Только в режиме авторулевого будет сработано две сигнализации. Теперь внимание. Смотрите. Caution. Low Speed. Раз. Сейчас. Одну секунду. У нас с вами сейчас сработал Бен ВАЗ. У нас с вами сейчас сработал Бен ВАЗ. У нас с вами сейчас сработал Бен ВАЗ. Так как по обязательному требованию OffCourseAlarm должен переходить в Бен ВАЗ. Здесь я подбеждаю АЛАРМ и КНОЛЬШ. Смотрим. Мы подтвердили сейчас всю сигнализацию, но сигнализация не уходит. Что у нас с вами? Работает сигнализация. АЛАРМ. Дальше. Мониторинг АЛАРМ. Обратите внимание. Один из двух. То есть всего два АЛАРМа у нас с вами. ОФКОРС. Раз. Момент. ОФКОРС. Раз. Момент. Меняем. 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 Смотрите. Heading Difference. То есть heading монитора АЛАРМ. Вот эти два АЛАРМа мы сейчас в один прием протестили. Работа сделана. Вопрос. Смотрите еще раз. Видите, есть индикация. Что мы с вами сделали? Листаем меню. Дошли до этого меню. Мониторинг АЛАРМ. Один из двух. То есть у нас сейчас отображается один АЛАРМ, а всего их два. Смотрим какой другой. Вот верхний нажал. А другой у нас heading difference. Все. В системе два АЛАРМа. Теперь мы с вами возвращаем все назад. Обязательно. Нажимаем сюда. Смотрите. Display. Hand variation. Set. Меняем на GPS. Подтверждаем. У нас сейчас 2 градуса. У нас сейчас 2 градуса variation. АЛАРМ ушел. Все. Zero. Zero. Тест пройден. Это caution у нас wall speed. К авторулевому подключен также у нас с вами датчик скорости. Т.е. GPS speed. У нас мы стоим на якоре. Мы не двигаемся никуда. Только крутимся. И соответственно выдается предупреждение. Т.е. Понятное дело, что на малых скоростях авторулевой не сможет удерживать судно на заданном курсе. Так. Возвращаю на hand steering и соответственно сигнализацию. КОほ су barcamp. Оdedans. Тело. Я counts во risку. Стало да тьма наnej crust нацик. Убирая на начинающую машину. Извин倒яю на историю года. Убирая на свет дл Abby у анавиток. Одиные drinks.